Приветствую вас в третьей части по вязанию кошечки-принцессы. В первых двух частях мы с вами связали голову и силуэт. В этой части я вам предлагаю связать хвостик и лапки и завершить полностью вязание данной кошечки. Я решила начать с хвостика, поэтому беру рабочую ниточку, которую я уже освободила от вязания силуэта, и делаю кольцо амигуруми. Обворачиваю вокруг пальчика рабочую ниточку и делаю закрепительную первую петлю. Далее в колечко набираю 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаю крайнюю петельку и стягиваю хорошо колечко, так, чтобы не было дырочки по центру. При вязании второго ряда я буду делать прибавление в каждую из шести петелек этого ряда. Поэтому нахожу первую петлю, параллельно я буду завязывать краешек ниточки. Первую петельку делаю прибавление. Два столбика в одну петлю провязываю. Первый столбик и сюда же второй столбик. Затем нахожу следующую петлю, в нее вяжу прибавление два столбика без накида. В третью петлю два столбика без накида. В четвертую. Далее в пятую петлю. И в последнюю шестую петлю также вяжу последнее прибавление. Два столбика без накида в одну петельку. Все, ниточка у нас завязана, никуда она у нас не денется. И теперь я предлагаю вам отметить начало следующего ряда. Можно взять ниточку контрастного цвета, можно вот этот хвостик, который уже ввязан. Просто вытащить наружу. И тем самым он нам отметит начало третьего ряда. Теперь я прочередую. Буду вязать один столбик без накида. И в каждую вторую петлю делать прибавление. Первую петельку вяжу столбик. Во вторую петлю вяжу прибавление. Два столбика. Третью петельку вяжем столбик. Далее два столбика. Столбик. Два столбика. Столбик. Два столбика. Так как у нас ниточка отмечена начало ряда, то можете просто чередовать столбик два столбика. Если вы не отмечаете ряды, то, соответственно, здесь нужно будет вам немножечко посчитать. Столбик. Два столбика. И последний раз. Один столбик. И прибавление. Два столбика в одну петлю. И по окончанию третьего ряда у нас по кругу 18 связанных столбиков без накида. Теперь нам нужно 7 столбиков отсчитать. Просто как бы их бросить. Два, четыре, шесть, семь. И в восьмой столбик вот так вот вяжем первый столбик без накида. Вот так. Теперь нам нужно с пятого по двенадцатый ряд, то есть 7 рядочков, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, связать оставшиеся вот эти вот 11 столбиков без накида. Теперь объясню, почему. Мы оставили 7 сейчас столбиков. И в восьмой столбик связали первую петлю. Для того, чтобы мы сейчас будем как бы вязать хвостик, и за вот это отверстие будет проще пришивать наш хвостик к туловищу. То есть вот так. И тем самым хвостик будет поднят. Вот. Вот эти 7 петелек обязательно вам нужно будет оставить. Обязательно. А ниточку, которую отмечали начало третьего ряда, можете просто отрезать. Она вам не нужна. Можете этим хвостиком отмечать начало каждого последующего ряда. Можете отмечать ниточкой контрастного цвета. Тут уже дело ваше. Самое главное, отметив вот эти 11 наших петелек, то есть у нас было 18 при вязании круга третьего ряда. В четвертом ряду мы с вами оставили 7 петелек. Вот они у нас, за которые мы будем пришивать хвостик. И 11 петелек верхние, которые мы будем вязать по кругу, тем самым формируя хвостик. Сейчас 7 рядочков. Отмечаем ниточкой контрастного цвета, или чем хотите. И вяжем 7 рядочков просто по кругу наши оставшиеся 11 столбиков. Я вяжу сейчас третий столбик, далее четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый. Все, я первый ряд связала. Это по счету от начала пятый ряд. А теперь поставлю ниточку контрастного цвета, и мне будет удобно. Я не буду теперь считать, просто отсчитаю уже по количеству рядочков. То есть количество петель в каждом ряду я уже считать не буду. Хотите, для того, чтобы проверить себя, в дальнейшем не ошибиться, не убавить, не прибавить количество петелек по кругу, можете считать каждый ряд. Но можно просто вязать по спирали, продолжать. Я уже продолжаю вязать шестой ряд. И так далее. Связали 7 рядочков и поставили маркер в начало 13 ряда. В самом начале ряда мы с вами сделаем подряд убавление. То есть первые две полупетельки захватываем и делаем убавление. Затем до конца ряда у нас остается 9 столбиков или 9 петелек. Поэтому вяжем в каждую петельку по столбику 9 раз. То есть 13 ряд мы с вами сократили количество петель по кругу на одну петельку. Теперь, что хочу сказать касаемо наполнения. Я буду наполнять по ходу вязания. То есть сейчас я связала буквально несколько рядочков. И хочу немножечко наполнить наш хвостик. Если мы посмотрим на то отверстие, которое мы оставляли из 7 петелек или из 7 столбиков. Вот оно у нас. Очень хорошо будет за него вот так вот пришивать наш хвостик. Посмотрите. И хвостик будет стоять пистолетом. Ну это так, для общего, скажем, сведения. Вот. Далее я вытаскиваю пока маркер и немножечко наполню наш хвостик. Теперь начинаем мы, отмечаем маркером 14 ряд начала. Из 14 по 21 ряд, то есть 14, 15 и так далее. 8 рядочков нам нужно провязать по кругу наши оставшиеся 10 столбиков без накида. То есть я сейчас немножечко наполню, затем поставлю маркер. И начиная с 14 ряда буду отсчитывать 8 рядочков, провязывая снова по спирали, как мы вязали вот эти 7 рядочков. Только сейчас будем вязать 8. Связали 8 рядочков. И теперь ставим маркер в начало 22 ряда. И снова в начале ряда мы сделаем убавление. Захватываем 2 полупетельки передние. И вяжем сразу же убавление. Далее до конца ряда у нас остается 8 столбиков предыдущего ряда. Поэтому мы в каждый столбик провяжем по одному столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. С вязанием каждого ряда все будет тяжелее. Почему? Потому что уменьшается количество петелек по спирали вяжущейся. И будет немножечко, скажем, сложновато. Вот. Теперь я вытаскиваю максимально ближе к краю свою ниточку маркер. И продолжаю дальше вязать снова 8 рядочков. С 23 по 30 ряд. Уже оставшиеся 9 столбиков без накида, которые у нас остались по кругу. Вот. Поэтому мы сейчас по 30 ряд будем дальше продолжать вязать петельки по кругу. Их у нас уже 9. Вот. И постепенно буду наполнять. Причем я самый низ, который у нас будет пришиваться к самой кошечке, я наполнила туговато. То есть, чтобы он у меня достаточно плотненький был вот этот низ. Вот. За вот это отверстие мы будем пришивать. А здесь я наполняю уже не так туго. То есть, он у меня достаточно мягенький. Такой вот приятный. Вот. То есть, вот эту часть я рекомендую вам наполнить потуже. Так как она будет крепиться непосредственно к самой кошечке. А эта часть уже спиралеобразная. Такая вот. Она будет мягенькая. Вот. Хвостик и так будет стоять вверх. Потому что, в принципе, вязание тугое. Столбиками без накида. Поэтому оно будет иметь, скажем, уже стоячую форму непосредственно из-за вязания. Поэтому вот эту часть не слишком туго наполняйте. Пусть она у вас будет мягенькая. Вот. То есть, мы дальше просто продолжаем вязать по 30 ряд включительно. Столбики по спирали. Довязали 8 рядочков. И снова в 31 ряду я ставлю маркер. И делаю в начале ряда убавление. Захватываю за 2 полупетельки. Вот так вот. 2 первых столбика. Делаю убавление. И до конца ряда мне остается довязать всего 7 столбиков без накида. То есть, я просто довязываю 7 столбиков до маркера. То есть, это по кругу вместе с петлей убавления у нас получается остается всего 8 столбиков без накида. Которые мы продолжаем вязать также по спирали, как всегда, 8 рядочков. То есть, с 32 по 39 ряд мы будем вязать наши оставшиеся 8 столбиков без накида по спирали. И 8 рядочков. Довязав 39 ряд, я вытаскиваю маркер. Все, полностью наш хвостик уже по высоте готов. И теперь нам осталось закрыть наши 8 образовавшиеся петелек после последнего убавления. Смотрите, что мы делаем. Мы точно так же, как делали убавление. Просто я буду поднимать полупетельки за передние стеночки. Вот так вот. Одну, вторую, третью и так далее по кругу. Пока не подниму все полностью свои 8 петелек за ближайшие стеночки. И буду стягивать полностью. Можно было бы, конечно, как мы в первый раз донышко утягивали. То есть, просто взять, нанизать на иголочку петельки и стянуть. Можно, в принципе, и поднимать полупетельки делать. И соединить все полупетельки общей вершиной. Тут уже, как говорится, дело ваше. То есть, подняв полностью все петельки по всей окружности, мы соединяем общей вершинкой. И у нас вот так вот получается стянутая поверхность хвостиком. И второй вариант, который я уже говорила, это просто взять, вытянуть вот так вот ниточку, ставить ее в иголочку. Пожалуй, даже это будет проще из всех вариантов. И точно так же за передние полупетельки понанизывать и постягивать полностью все отверстие, которое образовалось. Можно даже не в каждую полупетельку, а через одну. Как вам удобно. И вот такой получается у нас краешек хвостика. То есть, чтобы наш наполнитель не выпал, при этом равномерно распределите наполнитель по всей поверхности. Посмотрите, у меня какой гнущийся хвостик получился. Можно даже его немножечко будет вот так оттопыть. Если я возьму кошечку, у меня получается вот оно, мое отверстие, за которое мы будем пришивать. И вот он, оттопыренный такой хвостик. Мне остается лишь только иголочкой хорошо закрепить ниточку, чтобы она у меня не вытащилась. И просто краешек ниточки я вдену хвостик сам. То есть, в серединку, чтобы у меня ничего не распустилось. Вот так, смотрите. И все, отрезаем ниточку. Вот, распределили мы наполнитель наш. И отрезаем. Все, отрезаем так, чтобы не было видно хвостика никакого. Хвостика ниточки. И вот он, наш хвостик готов. Он немножечко круглый, его можно, в принципе... Ой, немножечко ровный. Вот, его можно загнуть. Вот, и все. Как вы видите, он такой стоячий, но в то же время мягенький. И мы приступаем к вязанию передних лапок. Берем рабочую ниточку, нашу кошечку. И находим самый, вот здесь вот, самый крайний столбик. Либо одной стороны, либо второй. То есть, будет вязаться практически одинаково лапки наши. Вот, и посмотрите, если вы увидите, то у нас четко видны 8 столбиков, которые отделены. И с дальней стеночки нам нужно будет набрать еще 2 дополнительных столбика. То есть, чтобы у нас по кругу получилось не 8 столбиков, а 10. Так как здесь, если вот еще раз, вот так вот я вам покажу, видно, что с задней стеночки можно набрать еще 2 столбика. Итак, я беру самый-самый крайний, максимально дальний, скажем так, край. Вот, и набираю одну воздушную петлю, как бы закрепляю нашу ниточку. Вот, придется немножечко постараться. Вот, и в эту же петельку я делаю первый столбик без накида. Вот так. Можно, конечно, было бы сначала связать лапки, а затем заднюю сторону. Но, честно говоря, в описании этого не указали. И я решила так же делать, как, в общем, как сказано. Итак, я связала уже 2 столбика. Дальше продолжаю вязать третий столбик. Четвертый. То есть, я обвязываю просто все столбики, которые вижу. Пятый. Шестой. Далее. Седьмой. Восьмой. Это я обвязала те столбики, которые у нас были, которые мы отделили. И вот здесь вот смотрим в уголочек, где мы можем набрать петлю. Вот она, наша первая петля, девятая. То есть, дополнительная петля. И с дальней стеночки еще одну петельку мы захватим. Пожалуй, это для меня самая, скажем, специфическая получилась работа из всего вязания кошечки. Вот. И десятая отсюда мы наберем с дальней стеночки одну петельку. Вот так. Это будет сложновато, но вы постарайтесь. Можно взять крючок поменьше, если вам так же, как и мне, неудобно. Можно, в принципе, вот таким вот образом набрать с внутренней стороны. Вот. Пожалуй, я так и сделаю. И все. Я набрала вот таким вот образом по кругу 10 столбиков. Можно уже по мере обвязывания наполнять вот сюда наш наполнитель. То есть, вот провязали ряд 2, наполнили. Провязали ряд 2, наполнили. Но в общей сложности нам нужно провязать 8 рядочков. Первый ряд мы с вами провязали. Набрали наши столбики. А теперь дальше я продолжаю. Нахожу наш первый провязанный вот он столбик. Вот. И продолжаю вязать по спирали еще наши 7 рядочков. Ну, честно говоря, это очень на камеру тяжело показывать. Так как нужно еще объяснять. Но, в общем, я думаю, что с этим можно справиться. Так, вот я связала первый столбик. Далее продолжаю второй столбик. Вяжу я все тем же крючком, как вы видите. Крючок я не меняла номер. Просто продолжаю дальше вязать. В общем, вяжем в общей сумме, чтобы у нас получилась высота лапки. Вяжем 8 рядочков из 10 наших столбиков без накида по спирали. Связали 8 рядочков. И теперь в 9 ряду для правой лапки. То есть я сейчас делаю правую лапку. Значит, следующая система. Смотрите, мы делаем от внутренней стороны 3 столбика в начале без накида. 1, 2 и 3. А дальше смотрим. Смотрите, мы находим, так как я вяжу по спирали, немножечко у меня перекручивается вязание, мы находим 2 центральные вот здесь вот петельки. В данном случае у меня вот 1, 2. И в эти 2 центральные лицевые, вот с лицевой как бы стороны, передней, петельки мы должны связать не по 1 столбику без накида, а аж 4. То есть 2 петельки по 4 столбика без накида. Итак, первая петелька, первый столбик, второй, третий и четвертый. И вторую петельку точно так же я должна подряд связать 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Дальше до конца у меня остается 5 петелек, поэтому я свяжу в каждую петельку по 1 столбику. 1, 2, 3, 4 и 5. У меня добавилось, как вы видите, еще к моим 2 столбикам добавилось еще 8. То есть, смотрите, всего получается, у нас сейчас я 3 столбика провязала, затем 2 раза по 4, это плюс 8. 11 получается столбиков. И плюс 5 мы довязали, то есть 16 столбиков по кругу. Вот эти 16 столбиков нам нужно также провязать, то есть закрепить. Хотите, по желанию, можете сделать как бы немножечко прискошенные лапки. То есть, если у вас вы ровно вяжете, к примеру, хотите, можете, чтобы они немножечко наискосочек были, то есть во внутреннюю сторону. Ну, вот я буду делать так, чтобы они были у меня прямо. Вот. Теперь я сейчас отмечу, можно, в принципе, просчитать, 16 столбиков я должна буду в 10 ряд провязать просто в каждую петельку по 1 столбику. То есть, как бы закрепить. Первый столбик, следующую петельку, второй столбик, следующую петельку, третий столбик, четвертый. То есть, в каждую из столбиков, где я провязывала в одну петельку 4, то я буду провязывать в этом ряду из каждой петельки по одному столбику. То есть, как бы делать закрепление высоту нашей лапки. То есть, передняя лапка у нас, как вы видите, идет прямая, а затем вот эта кистевая часть. То есть, нам она должна немножечко быть расширенная. Вот. Поэтому мы ее так и сделали. Расширили благодаря тому, что увеличили 2 столбика. провязали по 4 столбика. 2 столбика предыдущего ряда по 4 столбика в этом ряду провязали. И она у нас расширилась. Вот. Итак, я довязываю почти до конца 10 ряд. Довязав 10 ряд, я предлагаю вам еще немножечко наполнить лапку, для того, чтобы она имела красивый вид. И сейчас, смотрите, приложите что-то ровное к вашей лапке кошечки задней. И посмотрите, сколько у вас вместится рядочков в этот промежуточек, где на ровной поверхности недостаточно для передней лапки. У меня, к примеру, здесь поместится 2 ряда. Поэтому я еще сейчас 11 ряд провяжу 16 столбиков без накида. А в 12 ряду буду делать закрытие вот этих петель. Если у вас уже максимально близко, скажем, по расстоянию передней и задней лапки, то, соответственно, вы уже не довязываете 11 ряд, а уже продолжаете делать ряд с закрытием. Я еще провяжу 1 ряд 16 столбиков просто по кругу, по одной петельке. Столбик вот так вот в каждую петельку. И затем в следующем ряду я уже сделаю полное заполнение лапки наполнителем и буду делать закрытие петелек полностью. Провязав 10 ряд и 11 по 16 столбиков без накида, я как бы провязала высоту своей лапки после расширения. И теперь в 12 ряду я буду делать закрытие, попарно провязывая каждые 2 петельки. Но провязывать я буду убавление за дальние стеночки. То есть мы обычно делали убавление за ближайшие стеночки. А сейчас я буду захватывать за дальние стеночки. То есть брать полупетельки, захватывать за дальние стеночки и попарно провязывать убавление. Вот так захватили рабочими ниточками и сделали общую вершинку. Снова за дальние стеночки попарно и сделали общую вершинку. За дальние стеночки захватили попарно и сделали общую вершинку. Но я сейчас буквально закрою, буквально вот несколько сделаю закрытий. И еще хочу наполнить отверстие для лапки. То есть у меня еще не до конца заполнено. Высоту я хорошо уже заполнила. А мне не хватает наполнителя вот в этом расширенном участке. Поэтому я сейчас их еще буду как бы заполнять и параллельно делать вот здесь вот наполнение лапки. И так вот мы будем делать 8 раз, то есть 8 убавлений. Так как попарно 16, если мы будем убавлять, то это получится 8 раз. Соответственно 8 петелек у нас точно так же останется. Вот. И мы наполним и стянем наши оставшиеся отверстия из 8 петелек. То есть ничего я здесь уже закрывать не буду. То есть ничего больше и провязывать не буду. Вот. Я просто стяну, как я всегда в последнее время на этой кошечке делаю. Сразу же иголочкой закрытие. Вот. И у меня вот остается последнее убавление. И все. После этого у меня 8 по кругу столбиков. Можно сделать меньше. То есть убавить до тех пор, чтобы у нас было меньше здесь. Вот. Но через это отверстие я пока хочу наполнить вот эту расширенную часть лапки. А затем уже делать полностью стягивание всех петелек иголочкой. Вдели ниточку в иголочку. И теперь, как всегда, за ближайшие стеночки мы просто стягиваем наши здесь вот открытые петельки. Наполнитель наш придерживаем, чтобы он не вытаскивался и не мешал нам в процессе стягивания петелек. Вот. И благодаря тому, что мы затянули, делали, точнее, закрытие петелек и стянули сейчас за дальние стеночки, то получилось у нас такое, как бы, вот, как грань своего рода между, ну, как бы, хороший изгиб такой вот на лапке. Вот. Посмотрите. И сейчас хорошо-хорошо стягиваем. И точно так же, как и ранее, прячем ниточку мы иголочкой в саму лапку. Вот. Та ниточка, которую я начинала, вводила в работу, я точно так же вдену в серединку. То есть здесь хорошо все закреплю и вдену ее в серединку, чтобы она мне, скажем, не распускала нашу связанную лапку. Вот. Все. То есть, смотрите, у нас хорошая ровная лапка здесь. Можно уже прятать нашу ниточку. Ниточку я прячу не слишком далеко. Я не думаю, что она мне распустит вязание. Вот. И можно отрезать. Точно так же и эту ниточку я вдеваю в иголочку. Вот здесь я. И все. Вторую лапку я буду делать аналогично. Точно так же набирать по всей окружности наши 10 столбиков. Провязывать их 8 рядочков. В девятом ряду искать 2 центральные петельки. Можно высчитывать, допустим, если вы делали на одной лапке одно количество петелек с одной стороны, с другой, с другой. То, соответственно, и с этой в зеркальном отображении делаете. Можете так. Ну, если вам удобно. Вот. Я буду делать это, скажем, на глаз. Как я сделала первую лапку. Вот. И в итоге у нас лапка на уровне задней. Передняя получилась. Вот. Вторую лапку делаем аналогично. И я вот сейчас приложу вам хвостик, покажу. Вот так оно будет выглядеть в итоге. Вот. То есть наш, скажем, макетик практически готов. Довязываем вторую лапку. Я вам покажу, что у меня получается. Вот. И нам останется только вышить личико нашей кошечки. Вот. И украсить ее на свой вкус. Вот. Я закончила вторую лапку. По соотношению к первой я ее вязала в зеркальном отображении. То есть можно было бы на глаз, допустим, две центральные петельки взять и вязать в них по 4 столбика без накида. А можно было бы, допустим, первую мы связали с вами лапку 3 столбика без накида. Затем сделали прибавление по 4 столбика в 2 последующие петли и довязали 3 столбика без накида. Здесь точно так же можно было бы начать в зеркальном отображении из 3 столбиков без накида. Затем 2 прибавления по 4 столбика без накида в 2 петельки и довязать оставшиеся 5 столбиков по столбику без накида. Ну, это так. В принципе, вот такая кошка у нас получается. Не хватает лишь только ей хвоста. Для хвоста вденьте ниточку в иголочку и можете спрятать хвостик вот сюда в центр, скажем, там, где у нас наполнитель. Вденьте вот так вот ниточку эту в иголочку и находим, скажем, точку нижнюю. Смотрите, когда вы пришьете хвостик, он у вас не должен вот так вот быть возле головы, а как-то немножечко подальше. Поэтому пришиваем его максимально ниже и по соотношению к нижним лапкам я его буду располагать по центру. То есть вот так, между лапками. Сверху. И буду пришивать его такими вот наметочными обычными стежками. Можно даже чуть-чуть пониже взять. Буду пришивать его самым обычным способом. То есть удобным для вас. Вот так вот стежочками можно. Можно как-то особенно, можно тайными. Для тех, кто не первый раз пришивает детали к игрушкам, я думаю, что особого труда не составит. Потому что меня часто спрашивают, как я пришиваю детали игрушек. Самым обычным способом. Так как это, скажем, ниточка для вязания. Вот. Я ей обычно пришиваю. Той, которой я вяжу. Вот. То ее на фоне всего вязания абсолютно не видно. То есть посмотрите. Я пришиваю. Такое ощущение, что оно сдельно связано. Абсолютно никакой разницы не видно. Вот. Пришиваем обычными стежками. И все. Нам остается лишь только украсить нашу кошечку. И вышить ей глазки. Глазки самые обычные. Тоже стежки черного цвета. Можно сделать ее из... Глазки можно сделать из ниток мулине. Можно взять вязальные ниточки. Немножечко рассоединить. Скажем, сделать ниточки потоньше. Вот. И, соответственно, этими ниточками, иголочкой и вышить. Вот. Желательно верхнюю часть хвоста также пришивать. Я имею ввиду верхнюю. Вот здесь, чтобы ваш наполнитель не вытаскивался. Эту верхнюю часть не нужно пришивать. Никуда ее ни к голове, ничего. Это хвост. Вот. Он потом... Можно его немножечко согнуть. Можно... В общем, как хотите. Я думаю, что вот так вот немножечко выгнуть будет самое оно. Вот. Я вот так отсоединяю немного хвостик. И смотрю, чтобы низ у меня также был пришит. Вот он, низ у нас. Вот. Я его максимально ближе пришиваю к телу кошечки. И вот так вот ниточку вывожу где-то сбоку. Вот. Можете ее хорошо закрепить и спрятать краешек вовнутрь. И все. В принципе, основа тельца нашей кошечки готова. Вот я вышила глазики. Глаза я вышила черной пряжей. Такого же засава, как и основная моя пряжа для вязания кошечки была. Между глазами я оставила 5 столбиков без накида. То есть на расстоянии самой выкупуклой части по соотношению я, скажем, распределила их одинаково. На столбик выше поднялась. При этом на 3 столбика в ширину в одну сторону и в другую. У меня получилась самая, скажем, дальняя сторона глаза на уровне где-то приблизительно, где начинаются уши. То есть с одной и с другой стороны. И между ними 5 столбиков. Вот. Слишком низко их тоже располагать я не хотела. И выше точно так же. То есть, в принципе, они вот так вот и выглядят на картинке. Вот. Ленточки достаточно оказалось 30 сантиметров. Причем завязать бантик можно самым обычным способом. Но тут вы уже украшаете и смотрите на свое усмотрение. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, понравилось. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!